Всем привет! Вы на канале Кузов Лаб. Сегодня у нас в гостях технический специалист от компании Хенкель Михаил. Сегодня мы разберем один из вариантов ремонта пластика. Все знают, есть всякие прутки, есть сетки, кто-то с саморезами по старинке, кто-то с кобами металлическими. У компании Хенкель есть тоже свой продукт, двухкомпонентный клей, которым мы сделаем сегодня ремонт. Точнее, сделает Михаил и подробно все расскажет. Миш, тебе передаю слово. Поподробнее, пожалуйста, что за состав и что нужно еще для того, чтобы этим составом правильные качественности сделать. Всем добрый день! Расскажу немножко о материале. Материал у нас двухкомпонентный полиуретан. Называется он ПУ-9025. Соответственно, существует их три модификации. Отличаются они окончаниями. Здесь у нас представлены два варианта этого материала. УФМЕ и СФ. УФ это ультрафаст, ультрабыстрый. СФ это супербыстрый. Есть еще 9225 обычный. Все они между собой отличаются скоростью первичной полимеризации. Так называемой полимеризации, когда уже можно этот материал, в частности, обрабатывать. Материал 9225 обычный, стандартный. Можно обрабатывать уже через 20 минут после первичной сушки. Материал СФ Суперфаст через 10 минут после сушки. И, соответственно, УФМЕ это ультрафаст. Через 2 минуты он заполимеризовывается. Все материалы полную прочность свою набирают через 24 часа. Совместно с этими материалами будем использовать наш праймер по пластику 150 и очиститель VR10, которым будем подготавливать поверхность. Материалы упакованы вот в такие вот тубы по 50 миллилитров. Соответственно, с ними будем использовать, точнее, их будем использовать совместно с таким вот пистолетом. Терамикс называется. И также будем использовать сменные носики, которые поставляются отдельно. Если вдруг потом понадобится еще работать данный материал, он будет не выработан полностью. Михаил, я также знаю, что есть данный продукт и в больших тубах. Да, в больших тубах под обычный пистолет 250 миллилитров. Сейчас я тогда покажу. Он выглядит как обыкновенный герметик, только немного специфически сделан сам клапан. Самой тубы, наверное... И обязательно данный продукт надо пользоваться именно поршневыми пистолетами. Вот через такой носик-смеситель, соответственно, этот материал у нас поставляют... Тубы, к сожалению, просто нет, показали бы. Внешне она, в принципе, выглядит, как говорю, герметик. Как обычная туба, стандартная. Может быть, расскажешь о плюсах, чем вот этот продукт интереснее по сравнению с теми же прутками, скобами, сетками, саморезами и так далее? Да, конечно, расскажу. Во-первых, этот материал, в отличие от классических методов ремонта пластика, он может работать со всеми типами пластмассы. Если же, например, у вас бампер, там, образно говоря, от машины Мерседес, да, он сложно паяется. И сложно под него подобрать какие-либо там образно прутки, которыми мы будем паять. Также, соответственно, под каждый пластик нужно подбирать каждый пруток отдельно. Потому что, если мы будем паять каким-то неправильным материалом, то, соответственно, наш ремонт может в конечном итоге иметь повреждения. Данный же материал, он работает со всеми типами автомобильного окрашиваемого пластика. Соответственно, как бы неважно, какой пластик. Будь то полиуретан, будь то АБС, будь то полипропилен, материал, соответственно, его клеит. И после полимеризации этот материал остается эластичным. Это говорит о чем? О том, что при легких, например, надавливаниях на место ремонта, это место ремонта не будет повреждено. В отличие от той же самой пайки. Так как пайка, она очень, скажем так, негативно на сам пластик влияет. И то место пайки, оно становится более хрупким. Ну, скажем так, подвергая его температурному воздействию, оно охрупчивается потом, впоследствии. Я понял. Спасибо. Ну что, расскажи, какое еще оборудование мы будем использовать. И можно, в принципе, приступать к самому бамперу. Да, тогда будем сейчас приступать к ремонту непосредственно нашего бампера. Бамперы желательно, вообще любые пластиковые детали, неважно, будь то бампер, будь то не бампер, их лучше брать в ремонт чистыми. Так как, чтобы потом, впоследствии, грязь не попала на место ремонта. Чистая деталь, подготовленная, она после того, как прошла, например, мойка, образно говоря, берется неотканная салфетка и очищается предварительно место. Перед разделкой будем его очищать нашим непосредственно очистителем ВР-10. Очищается как с внешней стороны. Ну, русским языком нужно поверхность очистить, обезжирить. Да, очистить, обезжирить, конечно, обязательно. Потому что залог хорошего склеивания – это хорошая подготовка поверхности. И так же его переворачиваем и очищаем непосредственно то место ремонта. После этого мы должны его подготовить под наш дальнейший ремонт. Если имеются трещины, в конце каждой трещины мы делаем засверливание порядка 6-5 мм. Для чего это делается? Делается это для того, чтобы потом, впоследствии, трещина не расползлась. Ну, то есть принцип такой, как раньше на стеклах делали, тоже засверливали. Да, да. Ну, чтобы снять напряжение, образно говоря. Если же, например, имеются какие-то места, например, глубоких повреждений, например, продавлено, что-то проломано, это желательно тоже высверлить или выбрать кризой. Соответственно, это мы удаляем. Вот таким образом. И остается трещина, да. Сразу назрел вопрос. Если посмотреть на блик, то здесь есть некая вмятина. Ее надо предварительно феном выпрямлять, сделать одну структуру, или это, наоборот, будет лучше, что есть какая-то вмятина, чтобы... Можно, в принципе, если очень большое углубление, очень большое углубление, можно, конечно же, выдавить это. То есть данное углубление, наоборот, нам пойдет на пользу, как бы, чтобы, наоборот, наполнить составы. Да, сошлифовать и все сделать ровным. Но так как здесь много повреждений, то лучше, конечно же, это... Ну, мы сейчас на это не смотрим, на эти повреждения, потому что бампер это наутиль. Мы взяли просто определенное место, на котором и работаем. Сейчас мы, по сути дела, показываем только технологию. Но если есть, конечно же, большие какие-то углубления, то их лучше выправить. Но сейчас мы, разделав отверстия, должны еще разделать сами трещины. Трещины не должны края соприкасаться друг к другу. Почему? То есть мы должны заполнить. Да, во-первых, должно быть расстояние, чтобы оно заполнилось материалом. И, во-вторых, опять же, снимется напряжение, получится плоскость. Берем вот такую пневмопилу. Опять же, каждый делает это по-своему, у кого какие есть инструменты. Но мы делаем это вот пневмопилой. И разделываем трещину, чтобы края не соприкасались где-то на расстоянии. 2-3 метра. Таким образом мы получили разделанное наше повреждение. Дальнейшая разделка повреждения происходит таким образом, что на внешней стороне повреждения снимается фаска где-то на расстоянии от края повреждения порядка 10 миллиметров по периметру всего повреждения. Для этого мы будем использовать вот такой вот пневмопилик. Продолжаем разделку нашего повреждения. Продолжаем следует... предварительную мы обработку нашего если где-то еще нужно защитить до после этого когда сделали предварительную обработку берем ножик и удаляем куски заплавленной пластмасс они нам будут впоследствии мешать так их подрезаем просто расширяем непосредственно нашу трещину где заплавленный пластик образовался тот момент когда мы вроде бы должны заделывать а мы наоборот увеличиваем заусенцы нет 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 еще понимается эта технология да это все технологии делается это вообще для чего делается это для того чтобы по сути дела вот это повреждение 2 ну скажем так половины повреждения они соприкасались между собой точнее закрепляясь как бы в шипы потому что одно повреждение острое получается и второе повреждение остаешь между ними как раз вот такая вот как бы соединение в шип по сути дела можно должна остановить мне сейчас первое что пришло в голову это клепка по факту она получится из той страны так как она да здесь это по сути дела с собой она все равно соединена да потому что они склеятся же с двух сторон потому что будет и производится накладка клея и с внутренней стороны из внешней они раз соединены просто коньяк и клёп который между собой будет их связывать из-за того что это опять же на полиуретальной основе вы сгорание и будет приравниваться к физических свойствам пластика до после полимеризации он станет эластичным как пластик ребят очень важная информация всего четыре дня с 24 по 27 августа в крокус экспо состоится выставка интер авто на которой также мы будем участвовать мы будем находиться в павильоне к 260 приходить на выставку интер авто познакомимся поближе поотвечаем на ваши вопросы да и просто посмотрите что нового происходит сфере автопокраски не забудьте павильон номер к 260 ждем вас продолжаем подготовку поверхности соответственно мы разделали нашу фаску но так как здесь грубая риска соответственно ее нужно убрать расширить фаску тем самым сделать более пологие края ну и соответственно площадь соприкосновения материала будет большей с поверхностью непосредственно самого ремонтируемого бампера и также подготовить нужно внутреннюю часть начнем с внешней стороны подготовив внешнюю сторону мы соответственно расширили фаску убрали лкп который нам будет мешать и соответственно очищаем эту поверхность и переходим к внутренней стороне также соответственно берем наш очиститель в 10 и удаляем загрязнение пока не перешли на ту ставлю у меня сразу же вопрос ничего страшного то что у нас будет состав попадать но как раз что покрытие не еще страшно то есть можно его наносить и как бы это не как с шпаклевками там но вообще желательно желательно на том месте где состав должен и непосредственно заделывать то повреждение удалить лкп но если он частично попадет на лкп я просто чему говорю у нас здесь осталась некая яма как бы и но правильнее я бы как бы сделал бы я бы заложил бы этим составом полностью эту часть и как бы не используя потом шпаклевки выпилил бы сделал бы сразу ровную поверхность но сюда я и я не завалим когда яма то у нас здесь она по причине того что это уже бампер много раз а вот и сейчас как бы у нас нету задачи устранить эту яму то есть мы как будто вы делаем ровно повреждения да потому что если нам нужно устранить яму конечно же лучше подогреть бампер вырубил бы потом выправить да по максимуму чтобы материал остался на поверхности именно в месте повреждения чтобы много не было в принципе если его даже много будет ничего страшного не произойдет потому что можно и недостающие куски например детали какие-то восстанавливать но мы стараемся ну скажем так минимализировать количество материала на его случае человек должен отталкиваться или там маляра толкаться от своего повреждения до конечного повреждения мы сейчас сделаем конечно тебя не хватает куска то как бы там чуть другая быть немножко технологии в плане придется чем-то еще усиливать да соответственно и переходим теперь к внутренней стране здесь достаточно сделать просто обработку для машины с подготавливаем поверхность да по сути дела у нас набивает риск для того чтобы обрези материала с поверхностью было подготовили если есть какие-то заусенцы также их удаляем чтобы они нам потом впоследствии не мешали и предварительную очистку поверхности производим очистили мы поверхность соответственно подготовили и теперь нужно нанести праймер по пластику наш 150 наносим его на обе стороны не обильно нужен он чтобы активировать по сути дела поверхность нанесли его и ждем порядка 10 минут чтобы он испарился и после этого начинаем работать по факту должен замытовить потому что 10 минут чтобы испарился из него зимой он будет дольше соответственно летом быстрее да 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 10 минут ждем 10 минут 10 минут